Сегодня на учёте в службе по делам детей Белгороднестровского городского совета находятся 129 сирот и детей, лишённых родительской опеки. Если брать по итогам прошлых пяти лет, то это самая большая цифра этого года. Раньше было порядка 10-7 человек меньше. Естественно, на эту цифру мы влиять никак не можем. Это цифра, которая обусловлена жизнью на сегодняшний день. Только за этот период, полгода этого 2014 года, 9 детей остались без родительской опеки. И из них семеро – это дети-сироты. Задача же службы по делам детей – обеспечить дальнейшее устройство данной категории детей. Законодательством Украины предусмотрены семейные формы устройства, такие как усыновление, опека, попечительство, приёмная семья, детский дом семейного типа, а также, возможно, устройство ребёнка в интернат. Самое популярное на сегодняшний день – это опека, попечительство. Они отличаются только возрастом устройства ребёнка. Если ребёнку до 14 лет – это опека. 14-18 – попечительство. Со 129 детей, которые на учёте находятся в городской службе, 99 – под опекой попечительства. Как правило, это семьи родственников – бабушки, дедушки, родные, тёти, дяди, сёстры, братья. И государством данной категории семей осуществляется существенная поддержка. Только с начала этого года ежемесячно семья опекуна в возраст, если ребёнка до 6 лет, получает пособие в размере 2064 гривны, если ребёнок от 6 до 18 лет – 2572 гривны. Поддерживается также государством такая форма, как приёмная семья. Кто такие приёмные родители? Ими могут стать как женщина-мужчина, одинокие, которые не находятся в браке, так и семейная пара, которые на свою жилую площадь за определённую плату берут от одного до четырёх детей – сирот, лишённых родительской опеки. Скажу сразу, что в городе у нас только пять приёмных семей, устроено туда восемь детей. В одной из них находятся трое детей приёмных, трое родных. В другой семье двое, уже тоже трое родных, буквально в прошлом году родила третьего ребёночка, и двое приёмных. В двух семьях по одному ребёнку, и в одной семье двое приёмных деток. Что касается поддержки государством, осуществляется она точно в таком же размере денежном. Кроме этого, ещё приёмным родителям оплачивается как бы зарплата. Если ребёнок до шести лет, то зарплата становится 722 гривны. Если ребёнок от шести до восемнадцати лет – 900 гривен. А также в приёмной семье может находиться уже не ребёнок, а лицо, достигшее 18-23 года, при условии, если он учится в училище, в техникуме, в учебном заведении первого-четвёртого уровня аккредитации. В такой ситуации приёмная семья получает пособие в размере 2436 гривен и зарплата 852 гривны. Предусмотрена возрастная градация для приёмных родителей. На момент выхода на пенсию ребёнок должен быть совершеннолетним. Допустимо, в пределах пяти лет. Что касается следующей формы – это детский дом семейного типа. К сожалению, не могу сказать, похвастаться этим. В городе нет такой формы устройства. Наверное, потому что предусмотрено, что городской бюджет должен выделить отдельное жильё, либо квартиру, полностью обустроить, предоставить за необходимостью и земельный участок, при необходимости земельный участок, транспорт. Приоритетной формой устройства есть усыновление. Это когда в семью на праве дочери или сына берут ребёнка осиротевшего. Сегодня решение это принимается судом, а не органом опеки. Усыновителем может быть лицо, которое достигло 21 года, исключение, если родные люди. Также при усыновлении ребёнку меняется фамилия, меняется отчество, очень часто имя меняется. И допустимо изменение даты рождения в пределах полугода. Есть тайна усыновления, никто её не отменял. По достижению 14-летнего возраста ребёнок имеет право получить сведения о том, что он усыновлён, но при этом лица, которым известно о том, что ребёнка усыновили, не имеют права об этом распространяться, даже если ребёнок об этом знает. За эти полгода две родные сестрички, которые были на учёте в службе городской, были усыновлены жителями Украины. Также кандидаты в усыновители, семейная пара, которая в прошлом году стала на учёт, в этом году они усыновили ребёнка. Пока кандидатов в усыновители на учёте в городской службе нету. Правда, есть уже на вчерашний день одно обращение. Оно рассматривается. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова